здарова ребята сегодня у нас обзорчик на need for speed most wanted 2 12 12 года новая игрушка вот но наверно больше не обзор получится а сейчас секунду зайду вам звук уберу звук где звуках так громкость эффектов немножко вообще их уберу нафиг он будет нет немножко прибавлю сейчас так звук пускай так будет вот но это будет больше не обзор наверно а критика игры пошли игра честно скажу говно вот управление машины в говно вот абсолютно не понравилось играл во многие они творы но вот этот даже хотел купить но во время не купил вот и я думаю что я правильно это сделал потому что управление у машины вообще отстой полный я немножко погонял вот как вы видите обзор не сначала вот и в чем собственно как бы чем не не понравилось управление здесь говняная тем что раньше в нет фаре как бы всегда мы ездили как по рельсам да то есть вот она трехполосная дорога допустим но я навстречу еду вот и мы раз так вправо жали в правую полосу и переходили бы теперь если нажать вправо или влево то машину просто может занести как хрен знает чё короче говоря вот и это конечно не прикольно вот из плюсов я конечно могу сказать что саундтрек неплохой новый спорт с саундтреками проблем нет никогда вот всегда у них все ништяк вот но управление конечно говно многие сравнивают эту игруху с burnout paradise вот честно не знаю не играл мне это как бы трудно сравнивать но вот по крайней мере с первым мост вам туда мысли сравнивать то ничего общего вообще нету с этой игрой начинаем мы без какого-либо сюжета я вообще не понял какой здесь сюжет если вообще здесь есть мы просто тупо начинаем ехать до точки до какой-то потом нам показывают как теперь можно найти машину пересесть в другую эта фишка мне кстати тоже охренеть как не понравилось еще в нет фас пиццы ран вот и не понравилось она мне чем а тем что менять машину на заправочной станции это я про зерам говорю это просто бред вообще просто пиздец вот по-другому я не могу сказать вот и как бы от этой игры я тоже ждал что все таки ну-ка-ну-ка машинку проехали вот и от этой игры как бы ждал думал может быть будет гараж какой-то там или магазин куда можно будет как в первом мост вантеда подъехать да и все это как бы ну сделать купить там тюнинг был все это было круто здесь же у нас вот слева верху вы видите меню написаны очки сколько до чего нам надо короче полный ну короче меню упростили до нельзя вот это и так было как бы аркада да все мы это знаем вот мы сделали ее просто еще проще тупее я не знаю даже как вот ее вот и поэтому с первой части ничего общего в этой игре нету в первой части как мы помним там был сюжет мы ехали на бмв вот бмв бмв глохла и короче говоря мы проигрывали гонку и начинали как бы с самого начала по списку всех выносить вот и добираться до самой вершины и попутно как бы получали там какие-то бонусы я помню машину можно было забрать у этого вот ну короче как после победы там как лотерея такая была три значка короче какой выберем там такой приз короче был вот здесь же конечно такого не знаю есть или нет не буду утверждать уж играю сейчас вот буквально один процент я сюжетный прошел это немного но уже вот по первым впечатлениям мне игра не понравилась вообще никак вот и вот такие вот фишки вот как я сейчас сделал они меня тоже здесь больше выбесили чем как бы порадовали я понимаю когда в симуляторе повреждения они что-то как бы решают да то есть вот мы врезались нам надо заехать на этот на ремонт да как починить машину потратить свои деньги там заработанный пусть даже вот эти очки до которые слева вверху но здесь это бессмысленно мы врезаемся и когда я вот ехал гонку одну и на каждом повороте я вот так вот влетал вот кто как бы знает прошлое до части там мы вылетаем стену но нету этого этого как бы скриптовых вот этих сцен как разбивается машина спрашивается нахрена блин разработчики эту херню сделали все эти красивости блять как разбивается машина если от них толку никакого машина блин не ломается блять чинить мы ее не можем нахера спрашивается вот я меня это просто выбесило я ехал гонку и на повороте вот так вот я просто меня не слой не слой не слой я блин влетал вот вот так вот я влетал только с роликом все это было с красивым блять как я лечу поэтому больше короче меня выбесило и появилось желание нет не просто играть вот дальше как вот было это в предыдущих частях там не доза братья следа игры за ранда предыдущий он за ран тоже там этими роликами и за так сказать в изобилии были да когда мы там влетали вылетали за трассу вот и короче говоря меня это не порадовало в общем был полный полный пиздец короче говоря так вот даже сейчас выберем гонку какую-нибудь задать направление так чё не задал что направление ну-ка еще разок так машинку по ходу нашел лет корвет что ли этот на которую мы начал ехать поэтому больше не обзора больше критики хотел сделать меня и вот те как я уже все перечислил что мне здесь не понравилось просто игру испортили на мой взгляд вот и в первой части был интерес и в сценках да там были эти герои и персонажи там по уму и модель фотомодель какая-то была вот и было это все как-то более более интересно вот здесь игра меня лично разочаровала вот мы летим вот допустим нам надо поворот здесь сделать мы влетаем нас скидывают в самую задницу в гонке и мы будем начинать именно с этого момента но вопрос нафига эти повреждения да вот она побитая машина но она же едет дальше то здесь есть кстати говоря мастерские через которые мы проезжаем и меняется состояние машины меняется цвет машины но спрашивается опять же для чего я не не знаю муж здесь реально в хлам можно машину разбить или я чё-то не понимаю ухты какая тема тут камеру здесь камеры все те же здесь остались машины в принципе здесь на выбор те же остались вот ого вы видели какой лак был это вообще пиздец там земля просто исчезла просто исчезла нахер земля вот поэтому поэтому вот такое мнение глючит игра мне там кто-то в steam пишет вот поэтому я рад что эту игрушку не купил такое сделаю короткое мнение не буду здесь долго как бы вы высказываться он все хотел что хотел выпалил вам сначала сарите земли нету офигеть офигеть вы видели сейчас земля просто исчезла я не знаю это не знаю не у меня проблема-то походу это проблема если я понял это вот сама игра так просто лагает нереально у меня лагов то вроде нету но раз уж только из-за сообщения там подлагнула так что вот такое мое мнение критика игра говно на мой взгляд и так было аркада но из этой аркады просто сделали мега дерьмище какое-то управление просто вот вот я жму влево машину несет вот она даже не объезжает нормально и просто носит как будто игра здесь я не знаю не гонки от для дрифта все это сделано вот вот просто неустойчиво машина себя ведет просто пиздец вот я делал вот кто смотрел этот краш тайм да по-моему немецкий да там даже управление было пищи блин я не знаю в десять раз чем здесь вот либо я криворукий либо реально но на управление не только как бы я грешу то есть я не думаю что дело в руках тем более как я уж сказал я играл во все нитфор и вот и кстати о ремонте вот можно вспомнить про тот же нитфор пятая часть porsche да вот там реально ощущался из всех серий нитфора реально ощущался ремонт когда с нас за тормоза за подвеску снимались деньги это было вот интересно в плане и к на в экономическом плане в экономической модели от porsche был конечно офигенский офигенская игра была очень прикольная вот вот это же кэш просто бред тюнинг делаем на ходу через меню вверху слева видите тюнинг машина написано смена авто никаких гаражей ничего нет ну какой интерес вот на мой взгляд тест-драйв он лимит это он просто уделывает серию не тфо спит вот первая часть классная вторая часть на мой взгляд классная потому что там и и машины можно в гараже посмотреть и дверцы пооткрывать и просто но как говорится вкусно игра земли здесь после пару вылетов вот в гонке да на обочину вот с этими красивыми пиздатыми типа роликами но они как-то выбешивают они не не заставляют тебя играть дальше в эту игру не знаю вот я рад что я просто эту игру не купил потому что как уже сказал пиздец короче игра вот не знаю кто на нее вообще деньги потратил вот так что такая вот такие мысли такое мнение вот небольшое небольшая критика такая в адрес не фоспида единственное что очень неплохо смотрится в принципе это окружающий мир очень так ну не очень а достаточно неплохо смотрится неплохо смотрится дорога саундтрек я уже сказал вы и спортс это всегда заебца поэтому такая короче такое мнение вот надо сделать финальный аккорд вот ну вот он финальный аккорд спасибо за просмотр покеда